Ну а в Украине уже развивается интрига, которая тоже может привести к социальному взрыву. Очередной меморандум с МВФ наконец-то согласовали. Вот только маленький нюанс, он так и не опубликован. То есть формально объяснять, что это не по правилам фонда. И как только 20 марта МВФ примет окончательное решение, в Кабнине обо всем расскажут. Но только слухи о том, на что именно согласилась Украина, заставляют депутатов уже сейчас отказываться голосовать. Засекреченная радость. В правительстве отчитались, меморандум с МВФ подписан. И 1 миллиард долларов уже ожидают в конце месяца. Но вот какая цена транша? Об этом не говорят вообще. Текст документа тайна за семью печатями. Единственное, что известно, это ожидание МВФ. А вот какие компромиссы по ним достигнуты, не ясно. К примеру, одно из условий пенсионная реформа. Единственное, что обещают в Кабмине, это не повышать пенсионный возраст. Говорят, на это не пошли. А на что согласились? И чего ждать украинским пенсионерам? Не ясно. Хотя саму реформу должны принять уже летом. А еще принять закон про рынок земли. На этой теме уже депутаты ломают копья. Кроме того, в апреле нардепы обязаны всерьез взяться за налоговую службу. И вместо случайно ликвидированной налоговой милиции, должны проголосовать за создание специальной гражданской службы по расследованию финансовых преступлений. В требованиях МВФ также было и расширение полномочий НАБУ. Хотя многострадальный закон о прослушке уже пылится в парламенте полгода. Должны создать и антикоррупционный суд. От этой идеи политики не отказались, но передвинули сроки. Нужно прописать новый закон. А сам суд, под который должны пойти десятки украинских коррупционеров, может появиться только в следующем году. Что еще Кабмин обещал кредиторам? Уже скоро это тайное станет явным. Ведь все обязательства непременно должны появиться на повестке дня в парламенте.